В прямом эфире новости вас приветствую я, Екатерина Булучевская. И вот главная тема выпуска. Забил до смерти и сжег. Амич, которого обвиняют в жестоком убийстве беременной подруги, сегодня предстанет перед судом. Первые подробности из зала заседаний. Сухарь грубится и три гола. Авангард уверенно обыграл металлург и повел в серии. Покажем самые яркие моменты матча. Банкиры, продавцы, а теперь еще и следователи. Телефонные мошенники придумали новую схему развода. Как не стать жертвой обмана? Большая вода на подходе. В Омске начал активно таять снег, а реки уже готовятся к вскрытию, когда лед тронется. И невозможное возможно. Все мы столкнулись с какими-то трудностями, сложностями. В Омске прошла премьера первого в мире мюзикла на колясках. Она его любила 10 лет и хотела от него ребенка. В Омске сегодня начался процесс по громкому делу Дмитрия Васюковича, 35-летнего мяча, который до смерти забил беременную подругу. Трагедия произошла в июле прошлого года в доме на 28-й Северной. По версии следствия, обвиняемый приехал к девушке для выяснения отношений. Она, к слову, была на 9-м месяце беременности и собиралась подать на алименты. Металлической трубой он нанес несколько ударов, девушка скончалась. Тело и мебель в квартире подозреваемый облил бензином и поджог. Соседи вызвали полицию и пожарных. После совершенного убийства подсудимый, используя полотенце, попытался избавиться от своих отпечатков пальцев на включателях, на кружках и на других объектах в квартире. После преступления свою одежду он выбросил. Кроме того, также с места совершенного преступления он забрал два сотовых телефона, принадлежащих убитой, которые также он в последующем выбросил. Избавиться от всех улик ему не удалось. Эксперты обнаружили на обуви и автомобиле следы крови погибшей. На заседании свою вину подозреваемый признал лишь частично. Заявил, что напал на мичку в состоянии аффекта. Разозлился, когда она начала его оскорблять. Сегодня на заседании подруга жертвы рассказала, что погибшая была знакома с Васюковичем со студенческих лет. Подсудимый предлагал ей сделать аборт и заявлял, что она ломает ему жизнь. А мать потерпевшей считает, что мужчина шел убивать ее дочь целенаправленно. Подозреваемому грозит до 25 лет тюрьмы. В суде сейчас работает наша съемочная группа. Все подробности расскажем в следующих выпусках новостей. Победили и повели в серии. Омский авангард на выезде обыграл магнитогорский металлург. Состав соперника на эту игру усилился опытным защитником Егором Яковлевым. А место в рамке занял финский голкипер Юхо Олкинуора. Но остаивать свои ворота в неприкосновенности уральцам удалось лишь до середины первого периода. На 12-й минуте с передач Ковальчука и Комарова счет открыл Денис Зернов. Это его первая шайба в плей-офф. При счете 1-0 команды ушли на перерыв. А в начале второй 20-ти минутки ястребы устроили настоящий штурм ворот соперника. Но раз за разом подводила реализация. На 49-й минуте авангард все же удвоил преимущество. Рид Бушена стырно сыграл на пятачке и продлил свою результативную серию до 12-ти матчей к ряду. А шайба Егора Чинахова в пустые ворота ознаменовала итоговый счет. 3-0 в пользу ястребов. Следующий матч серии уже завтра. Смотрите прямую трансляцию на 12-м канале в 19.45 по омскому времени. А сегодня в Омск прилетел топ-менеджер авангарда Александр Крылов. У председателя совета директоров большие планы. Сначала он посетит поселок Горячий Ключ, где уже вовсю идет производство трибун для будущего ледового дворца. Побывает и на стройплощадке арены. Здесь специалисты продолжают монтировать арматурный каркас. Сейчас на ледовое поле можно посмотреть уже с уровня третьего этажа. Также идет бетонирование колонн и стен. Обо всем подробно уже в следующих выпусках новостей расскажет Петр Смольников. А в конце дня Александр Крылов приедет на 12-й канал и станет гостем программы «Большая тройка». Ведущие поговорят с топ-менеджером и о позиции ястребов в плей-офф, и об арене, да и в целом о развитии омского хоккея. Прямой эфир начнется в 20 часов. Смотрите на ТВ и в приложении. Трансляция также будет доступна и в наших социальных сетях. Не пропустите. Как лед на голову на 11-летнего ребенка с крыши дома в Омске упала наледь. Произошло все на улице 4-й поселковой в городке Нефтяников. Мальчика пришлось госпитализировать. У него сотрясение мозга. Прокуратура и Следственный комитет уже ведут проверку. Известно, что крышу чистили месяц назад. Напомню, несколько недель назад аналогичный случай произошел и на улице Герцена. Лед и снег упали с крыши торгового комплекса. Пострадали 8-летняя девочка и ее мать. Обеим потребовалась помощь врачей. Компании, которая обслуживала здание, грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Полмиллиарда рублей на благоустройство парков, дворов и скверов. Стало известно, какую сумму выделят в регионе по нацпроекту формирования комфортной городской среды. Из федерального бюджета поступит 505 миллионов рублей. Еще 57 добавят из областной казны. На эти деньги в регионе приведут в порядок 100 общественных территорий и 25 дворов. Напомню, голосование за благоустройство на 2022 стартует 26 апреля. Амичи смогут выбрать дизайн проекта не только городских пространств, но и областных. В Василькульском, Калачинском и Тарском районах. Голосование будет открыто на сайте, который представлен на ваших экранах. Продлится оно до 30 мая. Подрывают доверие и выманивают деньги. Телефонные мошенники добрались и до Следственного комитета. Псевдосотрудники звонят с реально существующего телефона доверия ведомства и убеждают омичей перечислить деньги на спецсчет, якобы для выявления преступников. По их схеме, как только человек совершает операцию, правоохранители моментально вычисляют мошенников, которые снимают деньги. Естественно, звонящие обещают вернуть все средства. Следственный комитет обращает внимание, что реальный телефон доверия работает только на входящие вызовы. Псевдоследователи прикрываются им лишь для придания правдоподобности своим историям. Ни в коем случае нельзя вестись на поводу и перечислять деньги. Следует сразу сообщить об этом в полицию. Их называют предсказателями погоды. Они уж точно знают, когда взять с собой в дорогу зонт или утеплиться. Сегодня профессиональный праздник отмечают российские синоптики. К тому же, ежегодно 23 марта под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии. Накануне праздника климатическими новостями поделилась и главный метеоролог Омска Наталья Криворучка. Она отметила, что в прошлом году синоптикам удалось на 100% предсказать все опасные погодные явления. А еще метеоролог рассказала о приближающемся поводке. Регион ждут многочисленные подтопления. Снега этой зимой выпало в два, а местами в три раза больше нормы. Сейчас на всей территории области установилась теплая погода и уже побежали весенние ручьи. Ну а реки начнут вскрываться, предположительно, в середине апреля. А этот самый... Очень сильно могут подрастать. Омскую область включили в программу туристического кэшбэка. Отправиться в путешествие по региону со скидкой в 20% жители смогут уже на майские праздники. Также получить кэшбэк можно будет и во время летних поездок. В программу включены свыше десятка омских отелей, а также три туроператора региона. Полный список участников можно найти на сайте мирпутешествий.рф. Ну а я напомню, чтобы получить скидку, поездку нужно оплатить картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности. Период проживания в отеле должен быть не менее двух ночей. Кэшбэк туристы получат автоматически в течение пяти дней после покупки тура. Максимальная сумма компенсации – 20 тысяч рублей. Улыбки, слезы и аплодисменты. В Омске с триумфом прошла премьера первого в мире мюзикла на колясках «Невозможное возможно». Его создали на средства фонда президентских грантов. В спектакле участвовали профессиональные балерины и живой оркестр. Музыку написал омский композитор Сергей Шичкин. Постановка рассказывает о девушке, которая мечтала танцевать, но по воле случая оказалась в инвалидной коляске. Пройдя через боль и отчаяние, она стала двигаться к заветной цели и достигла успеха. Эту историю, говорят создатели мюзикла, участники общественной организации «Танцы без границ» взяли из жизни. Я хочу сказать, что это история каждого участника этого проекта. То есть все мы столкнулись с какими-то трудностями, сложностями и вышли из нее все-таки победителями. Вы знаете, сегодня я очень-очень наслаждалась этим концертом, потому что действительно партнеры – это что-то невоображаемое. И так технично, да, и на таком, так скажем, покрытии на линолеуме все равно им удобнее на паркете, да. И это было просто шикарно. От исчезновения в метро целого поезда с пассажирами до череды смерти от неизвестного яда. На 12-м канале сегодня стартует новый детективный сериал «При загадочных обстоятельствах». Зрители ждут расследования таинственных происшествий, которые опровергнут миф о том, что в СССР не было громких преступлений. Кража Шереметьева, крупного груза с валютой, убийства, замаскированные под несчастные случаи. Разбираться в этих запутанных делах будут следователи-профессионалы. Подполковник Старый по кличке Старик и его стажеры – лейтенанты Котин и Сирота. Итак, первые две серии детектива «При загадочных обстоятельствах» уже сегодня в 20 часов 30 минут. Не пропустите. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях – ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. С 20 по 28 марта. Новая ювелирная выставка от ведущих российских производителей «Цены снижены». Выставка «Магия самоцветов» в Доме художника. Омск Сайдинг Инвест. Нам 16 лет. Скидки на все. Телефон 999-222. Высокоскоростной интернет стал еще доступнее. Компания «Ростелеком» установила новую вышку связи в деревне Редкое Называевского района. Она стала первой в стране базовой станции, которую возвели в рамках реализации второй фазы проекта «Устранение цифрового неравенства». Теперь больше, чем для 200 сельских жителей, доступна бесперебойная сотовая связь и быстрый интернет. В торжественной церемонии открытия по видеосвязи принял участие Александр Бурков и одним из первых оценил качество сигнала. Подробности далее. Открытие базовой станции для жителей деревни редкое, событие поистине долгожданное. Теперь в этом маленьком населенном пункте за 170 километров от Омска будет надежный сигнал сотовой связи и быстрый интернет. Раньше даже позвонить родственникам было проблематично. Мы не мечтали даже, что в таком вкрохотном селе, вы сами видели, вдруг вырастет вот такая огромная вышка и наконец закончатся все проблемы и будет хороший интернет скоростной и хорошая сотовая качественная связь. Мы, конечно, очень довольны и очень рады. По видеосвязи в церемонии открытия принял участие губернатор Александр Бурков и вице-президент, директор макрорегиона Сибирь компании Ростелеком Николай Зенин. Глава региона поздравил местных жителей и отметил важную роль провайдера в процессе цифровизации, который сейчас активно идет в Омской области. Например, эта базовая станция стала первой в стране, которую возвели в рамках второй фазы проекта устранения цифрового неравенства. Хотелось бы отметить, что именно в Редком компания Ростелеком взяла на себя всю финансовую, организационную работу и сделала вот такой большой подарок жителям села Редкое. Зона покрытия вышки около 6 километров, а пользоваться услугами связи смогут больше 200 местных жителей из двух деревень. Специалисты Ростелекома отмечают, проблем с сигналом не будет. Самое современное оборудование обеспечит высокую скорость и надежный сигнал. Данная базовая станция позволит предоставлять услуги мобильного интернета в районе скорости 40-50 мегабит, что позволит обеспечить хорошее обучение в режиме онлайн, просмотр различного видеоконтента. Впереди у компании Ростелеком и правительства региона масштабные планы. Программа устранения цифрового неравенства рассчитана до 2030 года. Мед с лучших пасек страны в Омске. Новые виды этого полезного продукта в наш город привезли пчеловоды со всей России. На традиционной ярмарке меда мячам предлагают как лечебные сорта, так и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция при покупке килограмма любого меда. Банка меда в подарок. Подробности далее. Опытные пчеловоды привезли в Омск десятки видов вкусного и полезного лакомства с лучших пасек Алтая, Башкирии и Дальнего Востока. Для тех, кто хочет поддержать свой иммунитет, есть слебные сорта. Липовый, имбирный, с пиргой и прополисом. Все они богаты витаминами и микроэлементами. А новые виды меда с добавлением свежих фруктов, орехов и ягод станут ярким дополнением к любому чаепитию и приятно удивят гурманов. Я приглашаю всех вот именно за медами с ягодами. Это очень вкусный десерт такой с чаем, чай на травках заварить, с блинами, с метком. Все вам представим, угостим, дадим попробовать, посоветуем. Помимо большого выбора и выгодных цен, покупатели ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция при покупке килограмма любого меда банка меда в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство по своему вкусу амичи смогут сразу на нескольких площадках. Выставка продажа меда проводится с 22 по 24 марта в торговом центре «Мега», а также в экспоцентре «Остановка Континент». Спонсор прогноза погоды ИП Сивкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Сегодня 23 марта в городе солнечно, без осадков. Днем от 1 до 3 градусов ниже нуля. В районах переменная облачность в дневные часы до минус 2. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Если хочешь летом богатый урожай, ты зимой теплицу со скидкой покупай! Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. При покупке теплицы сейчас хранение до установки бесплатно. Получи скидку на монтаж или теплицу. И парник в подарок. Пенсионерам скидки. Площадь у Кит интерьера и Континента. Подробности по телефону 50 50 23. Таковы новости о развитии событий. Расскажем в 14 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова